МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города для телезрителей 1-го Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. В центральной мечети города для детей открыли курсы по изучению ислама. В Караганду приехал Атрарский заповедник-музей. В Жасказгане пьяный водитель насмерть сбил беременную женщину. Шахтинский 7-летний мальчик получил смертельную травму от лежавшего на земле высоковольтного кабеля. Компания Караганды Жарык уверяет, что электрокабель бесхозный. В свою очередь, родители погибшего мальчика не могут понять, как в течение нескольких лет кабель в открытом виде лежал возле подъезда жилого дома. 23 июля возле подъезда дома по улице 40 лет произошел несчастный случай. Вечером 7-летний Алексий Дуалиев получил сильный удар током электрического кабеля, в результате чего ребенок умер. Соседи говорят, что детвора в тот момент бегло по двору. Они во что-то играли. Мальчик спрятался за забор в полисаднике и наступил на открытый провод. Здесь он соединен был, уже убрали все, соединен был здесь и по поверху вот здесь болтался, и вот туда в дырку он входил, прям по верху. И он, ну может быть 3-4 года, я уже не помню, когда еще была та организация, он у нас взорвался здесь зимой. Приехали электрики, ну вы представляете, сделали. Но вот так лежал кабель и наверх крышка была. Просто вот так крышкой его укрыли и уехали, и все. Пока приехала скорая помощь, Олег скончался. По словам соседей, кабель питал многоэтажку и лежал на земле уже лет 10. Вывели его на поверхность прежние владельцы электросетей после устранения аварии. В компании Караганды-Жарыка вину признавать не хотят. Они винят самих жителей, которые не сообщали об открытом кабеле. К тому же кабель не значился ни в каких документах компании. В первую очередь мы сами энергетики заинтересованы в том, чтобы выяснить, почему так произошло. Дело в том, что данные шахтинские линии, они прежде чем перешли на баланс ТУ Караганды-Жарык, неоднократно собственники данных линий неоднократно менялись. И тот факт, что кабельная линия шла по поверхности земли, это было сделано еще до того, как сети перешли в собственность ТУ Караганды-Жарык. И данный факт не был указан в документации, нигде этой муфты не значилось. Кроме того, ни одного обращения жильцов, ни одной заявки не было подано в ТУ Караганды-Жарык. Тем не менее, ТУ Караганды-Жарык выражает соболезнование родителями, готовые взять на себя все расходы похорон ребенка. Но родители от такой помощи отказываются. Они намерены добиться справедливости. Кабель идет с РП, с трансформаторной подстанции до щитовой дома. Это конкретно кабель с Жарыка. Потому что начальник Шахтинского РЭС признал, что это кабель ихний. То есть, соответственно, у них должны протоколы быть, испытания на этот кабель, осмотр кабельной линии. Это все они должны делать раз в год. Сразу же после трагедии злочастный кабель закопали. Однако жильцы уверены, что это еще не конец трагедиям. Они не раз сообщали услугодателю о висящих и торчащих высоковольтных проводах. Но реакции таки не последовало. В данное время полицейские города Шахтинска возбудили уголовное дело и выясняют, почему высоковольтный электрический кабель очутился на земле. Стоит отметить, за выходные дни в Карагандинской области это был третий несчастный случай. В этот же день в зоне отдыха недалеко от Балхаша 14-летний школьник задел работающий кондиционер и получил смертельный удар электрическим током. Также вечером в воскресенье в поселке Шахан по своей неосторожности упала с балкона с пятого этажа шестилетняя девочка, которая от полученных травм также скончалась. В этой связи в период каникул полиция области просит граждан внимательнее относиться к своим малолетним детям, не оставлять их без присмотра даже на короткое время. Морал Тукенова, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. Руководство Центральной мечети города Караганды объявило об открытии краткосрочных курсов по изучению ислама для детей в возрасте от 7 лет. Занятия проводятся в медресе при мечети. Проходить курсы начали уже более 60 ребят. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Кулгу Аллаху ахад. Кулгу Аллаху ахад. В последнее время родители, которые хотят, чтобы их дети обучились арабскому языку, при этом отдохнули в религиозных лагерях, становится все больше. Особенность этих курсов в том, что во время бесплатного отдыха дети проходят обучение, знакомятся с основами ислама. Этим летом в Центральной мечети обучаются 60 карагандинских школьников от 7 до 15 лет. Подобное решение принято руководством мечети, также в целях уменьшения незаконного обучения детей, которые не имеют достаточного образования или лицензии на право обучить исламу. Здесь дети получают знания, основанные на традиционных исламских ценностях. Учебно-воспитательное заведение создано в целях благотворительной поддержки и предоставления воспитательных, социальных и культурно-просветительских услуг. Хочу отметить, что здесь дети непростых горожан. Отрадно, что сейчас очень много желающих отдать своих детей исламскому обучению. Два сезона по 15 дней в этих летних курсах детей будут кормить продуктами, соответствующими нормам халал. Кроме этого, детей обучат национальным спортивным играм. Лекции на религиозные темы ведут слушатели Медресе и имам местной мечети. Программа предусматривает изучение арабского алфавита, вероучения и исламского права. Также в курсе предусмотрена исламская культурология. Я здесь узнал буквы арабские, выучил их. Потом я научился читать здесь по-арабскому. Мне здесь нравится, мы здесь выходим каждый день гулять, играем в футбол. И мамы говорят, количество детей, обучающихся на курсах, достаточно, а значит, они будут работать каждый год. 29 числа этого месяца первому потоку школьников вручат специальный сертификат, а отличникам подарят планшеты. Второй сезон курса начнется со 2 по 16 июля. Морал Тукенова, Боуржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде около 80% жилого фонда требуют косметического или капитального ремонта. Принятая правительством страны государственная программа по модернизации ЖКХ, до 2020 года призвана кардинально решить эти проблемы. Однако, даже продуманная до мелочей программа вызывает некоторые спорные вопросы. Их рассмотрела на заседании комиссия партийного контроля филиала партии Нуратан. Жилищно-коммунальное хозяйство до предела изношено. Те дома, которые сегодня ремонтируются по госпрограмме, это дома, которые в течение последних 60 лет абсолютно не ремонтировались. Это проблема, которая годами не решалась из-за отсутствия законодательной нормы. Выделять на это средства из местного бюджета было невозможно, потому что это собственность жильцов. Сегодня, благодаря программе модернизации ЖКХ, этот вопрос начинает решаться. Однако, в ходе реализации возникает немало вопросов, которые обсудили сегодня члены комиссии партийного контроля областного филиала партии Нуратан совместно с представителями коммунальных предприятий. Нас интересует вообще ход организации этой работы, заключаются ли повсеместные договора с жителями этих домов, реализуются ли все необходимые мероприятия в установленные сроки, потому что лето – это период такой, он быстро проходит. Оценка, естественно, будет дана ходу реализации этой программы. Оценка, интересует также мнение участников этого процесса, какие есть вопросы, какие проблемы возникают, пути их решения реализации. В общем, весь комплекс этих вопросов. Глава государства призывает чиновников жестко контролировать ход реализации данной программы, в частности, уделить внимание целевому использованию выделенных государством средств. Согласно программе, в этом году более чем в 50 домах Карагандинского региона будет произведен косметический или капитальный ремонт. Нужно отметить, что жильцами уже производится возврат средств к государству. Жителями отремонтированных домов уже выплачено около 10 миллионов тенге. Вчера около часа ночи в полицию обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что в кафе по улице Зональная неизвестный открыто завладел ее портманой с документами. Передает портал закон КИЗЭД со ссылкой на пресс-службу ДВД области. Практически сразу же в отдел полиции обратилась еще одна жительница города, которая также в этом районе подвергалась нападению неизвестного мужчины. По словам женщины, вор пытался отобрать у нее сумку. Сотрудниками полка патрульной полиции Караганды был задержан 21-летний гражданин республики Кыргызстан, уроженец поселка Каритубе Жалалабадского района. По словам сотрудников патрульной полиции, вещественные доказательства изъяты, а злоумышленник задержан. Мы продолжаем. В Жасказгане пьяный водитель насмерть сбил беременную женщину, сообщает портал «Закон КИЗ» со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Карагандинской области. По данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июня около двух часов дня на западной объездной дороге в трех километрах от города Жасказган. Житель Жасказгана в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебной автомашиной ВАЗ, без госномера совершил наезд на пешеходов. По словам полицейских, девушка 93-го года рождения и ее отец 65-го года рождения шли по обочине, когда пьяный водитель совершил опрокидывание в кювет. В результате происшествия девушка, которая была беременна, от паучных травм скончалась на месте, а 47-летний мужчина с различными травмами госпитализирован в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Хорошо получить диплом о высшем образовании в преддверии профессионального праздника. Такая возможность выпала студентам кафедры журналистики. Теперь уже дипломированные специалисты получили свою путевку в профессиональную жизнь. Под своими сводами дворец студентов вместил всех желающих поприсутствовать на столь значимом мероприятии для каждого студента, как вручение диплома. Сначала на сцену поднялись те, кто своей учебой заслужил дипломы с отличием. Секрет такой награды за годы учебы прост. Вообще надо учиться, чтобы получить красный диплом, конечно. И у меня вообще сейчас слов нет, серьезно, я очень-очень счастлива, что вот сегодня вот настал этот момент, тот момент, которого я ждала целых четыре года. Число красных дипломов в этом году превзошло все ожидания преподавателей. Для кого-то это лишь начало пути, а кто-то из выпускников уже работает по своей профессии достаточно давно. К услугам новоиспеченных журналистов также есть магистратура, которая открылась на кафедре журналистики в этом году. Будем надеяться, что это молодое поколение найдет себя в профессии, которой они учились долгие годы. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. В Караганду приехал Атрарский заповедник-музей. Несколько десятков экспонатов, найденных в ходе археологических раскопов в городе Атрар, на протяжении месяца будут представлены на обозрение жителям шахтерской столицы. Древний Атрар – центр Большого земледельческого района, одна из опорных крепостей и кочевников. На территории района сохранилось большое количество археологических памятников, а также памятников культовой и гражданской архитектуры. Частичку Древнего мира привезли с собой представители Атрарского археологического заповедника-музея. Здесь и ювелирные украшения X века, древние золотые и серебряные монеты, хетнографические материалы, керамические кувшины и домашняя утварь, словно только что сошедшая с гончарного круга древних ремесленников. О самых необычных экспонатах рассказала гостья шахтерской столицы, экскурсовод Атрарского музея Гульмира Растанбаева. Ваш утро является родиной великого ученого-энциклопедеса. Именно после Альфараби у нас родились Альфарабицы. Во время 10 до 11, что производили специальные сосуды, можно вот ехать вот в такой вот флагон именно для лаборатории «Алхимик». В охранную зону Атрарского государственного археологического заповедника музея входят 12 средневековых городищ и поселений. Здесь хранятся памятники истории и археологии, найденные при раскопках средневекового городища Атрар. В Караганду привезли не больше 10% всех экспонатов, имеющихся в Атрарском музее. Увидеть все своими глазами и прикоснуться к древности может каждый желающий. Выставка проходит в областном историко-краевическом музее. Сегодня поход в ресторан уже не является роскошью, а всего лишь служит местом встречи с друзьями и близкими. В нашем городе существует большое количество ресторанов. Выбрать из них лучшие весьма тяжело. А если учесть, что вкусы у людей разные, так и вовсе невозможно. Однако теперь не нужно ничего искать. В Караганде состоялось открытие нового ресторана «Рубин». Уютная обстановка, потрясающий ландшафт, а главное – безупречная кухня. Три составляющие никого не оставят равнодушным. В этом убедилась и наша съемочная группа. Для карагандинцев и гостей города распахнул свои двери новый ресторан «Рубин». Прекрасный снаружи, роскошный внутри. Именно так можно охарактеризовать новое место для встреч с друзьями и близкими. В ресторане «Рубин» сочетаются европейские колориты и традиции Запада. Это банкетный зал на 350 человек, богатый интерьер в бордово-белых тонах. Здесь свадьбы, дни рождения, корпоративные вечера станут самым незабываемым событием в вашей жизни. На втором этаже расположен паб и лонж-бар, выдержанный в классическом британском стиле. Здесь имеется большой экран, где ведется прямая трансляция спортивных событий. Но сердцем ресторана, несомненно, является кухня. И сюда приходит не только хорошо провести время, но и вкусно покушать. Шеф-повар Амир Амраев несколько лет работал в лучших ресторанах Испании. Свой европейский опыт он рад продемонстрировать гостям ресторана «Рубин». В нашем ресторане «Рубин» вы можете прекрасно отъедать любую мексиканскую, испанскую кухню, которую мы очень любим готовить. То есть, в принципе, европейскую, итальянскую тоже. У нас отличные стейки. Я не знаю, чтобы где-то в Харагане подавали свой вкус, как гуакамоли. У нас он есть. То есть, это и мексиканский соус, на основе авокадо. У нас много очень соусов разных, так что приходите, будем рады вас видеть в нашем ресторане. В кондитерской еще одна изюминка ресторана «Рубин». Нежные эклеры, воздушные пирожные и необыкновенные торты. Все это предлагают отведать кондитеры ресторана. Наши десерты представлены в виде классических десертов, но адаптированы больше современным. Мы берем за основу уже знакомые десерты всем людям и придаем им новый образ и немножко нового вкуса. Необыкновенным является дизайн ландшафта. На уютной скамейке можно насладиться журчанием мелодичного фонтана, который заставит вас отбросить подальше мысли о делах и расслабиться. В этот ресторан было вложено очень много сил, души, то есть, любви. Все мы волновались, все переживали. И, конечно же, мы позвали сюда самых лучших дизайнеров. То есть, они уже у нас в Караганде открывали тоже не первое заведение. Счастливчикам, побывавшим на открытии нового ресторана «Рубин», удалось стать свидетелями яркого шоу. Всех присутствующих приготовлением коктейлей с элементами жонглирования, по-другому флейлингам, удивляли вице-чемпионы Казахстана по барменскому искусству. Тем, кто еще не побывал в ресторане «Рубин», советуем поскорее заглянуть в это уютное заведение. Тем более, что каждый гость здесь является любимым. Мы ждем всех карагандинцев и наших гостей города в ресторане «Рубин». Добро пожаловать! Ирина Кавышова, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Сегодня угольная отрасль обеспечивает выработку около 80% электроэнергии страны. Именно поэтому работы, проводимые в Караганде, имеют огромное общегосударственное значение. Но индустриальная мощь страны может обеспечивать устойчивый рост экономики только при наличии достаточного количества электроэнергии. Поэтому рассочительное и неэффективное использование энергетических ресурсов просто недопустимо. Для того, чтобы выполнить сверхзадачи и стать активной частью индустриального мира, на территории всего Каластана запускаются сотни новых современных производств, один из которых – установка по выработке электроэнергии с использованием метана от дегазации шахты. Не секрет, что внезапные выбросы метана влекут возникновение страшных аварий, сопровождаемых массовыми смертельными случаями по всему миру. Инновационная установка дает возможность извлекать смертоносный газ и благотворно влиять на безопасность труда горняков. Сегодня в преддверии Дня индустриализации, который отмечается по всей стране, мы запускаем очередной проект на территории нашей области. Значение данного проекта для нас очень велико. Вы все прекрасно знаете, что данная установка и данный проект в целом был запланирован для выполнения самой главной задачи, которая стоит перед нами – это обеспечение безопасности работы на наших шахтах. С пуском этой установки мы надеемся, что безопасность на наших шахтах будет повышена. Кроме того, за время пробной эксплуатации данная установка доказала свою экономическую и экологическую состоятельность. Проект начал разрабатываться в 2010 году. С момента запуска установка работает стабильно и вырабатывает проектные 1,4 мегаватта электроэнергии, которые поступают на групповую подстанцию этой шахты. Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы покрыть по 20% от общей ее потребности, говорит заместитель главного инженера, пояснивший технологическую схему производства. Вот на сегодняшний день в тестовом режиме мы выработали 4000 мегаватт часов электроэнергии, что дало дополнительно доход шахте порядка 28 миллионов тенге. То есть газогенераторная установка должна покрывать расходы в электроэнергии от 15 до 17% от той потребляемой в целом шахте. Но это, если так сказать проще, этой электроэнергии хватает на работу одного вентилятора главного проветривания и одного подъема. Стоит отметить, что основная часть работ выполнена непосредственно отечественными специалистами. Проект на участие осуществила Алматинская компания, она же поставила газогенератор на установку контейнерного типа. Общая стоимость проекта составляет около 300 миллионов тенге, реализация которого осуществляется за счет собственных средств. Мы в целом извлекаем газометана с одной лавы порядка 35 метров кубических в минуту. Станция потребляет 9 метров кубических. Оставшийся газ мы транспортируем по другому газопроводу на котельную. У нас в зимнее время работают 2 котла КВТС-10 на газе метане и 3 на угле. Ну а вот в настоящее время у нас один котел работает на газе метане и станция работает на газе метане. То есть она потребляет 560 кубов метана в час. Осуществление данного проекта стало серьезным прорывом в экономике области и будет способствовать усилению безопасности труда шахтеров. На этом позитивные перемены не ограничатся. В перспективе такие установки планируют использовать и на других шахтах угольного департамента. Анна Шелкарбек, Божий Аналипов, Алексей Спиридонов, Первый, Карагандинский. 1 июля в рамках проведения Дня индустриализации в нашем городе на улице Ленина будет проведена индустриальная выставка и ярмарка продаж, на которой представители малого и среднего бизнеса, пищевой отрасли и сельского хозяйства осуществят продажу продукции собственного производства. На этом у меня все. Поделиться интересной информацией можно позвонив к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Балансдар. Редактор субтитров А.Семкин